Инфорум – это образовательная площадка для представителей региональной прессы, организованная Союзом журналистов России. На ней 27 августа в Орле выступили 10 спикеров, в их числе представители от законодательной и исполнительной власти, а также журналисты региональных и федеральных изданий и телеканалов. Это образовательные практикумы. Мы разработали их в этом году. Союз журналистов обновился, у нас новый председатель. И мы в этом году решили провести 27 мероприятий для журналистов. Чтобы им было удобно в регионе учиться. Работа форума началась с сессии «Журналистика и общество». Ее открыл председатель Союза журналистов России в Орловской области, генеральный директор областного телерадиовещательного канала Андрей Чернов. Жизнь становится сложнее. Сложнее она становится для нас, журналистов, которые занимаются традиционными средствами массовой информации. Потому что, несмотря на то, что у нас появилась легкость доступа к информации, легкость его распространения, интеграция с традиционными СМИ еще больше усложняет нам работу. Но такая уж у нас работа, она достаточно сложная. Я думаю, что это, если назвать это бизнесом, то это, наверное, один из самых сложных видов бизнеса. Как в современной информационной среде сохранить свое издание? Вопрос волновал представителей районных газет. А вот как оформить журналистское творчество, чтобы не было претензий у Роскомнадзора? Этот вопрос, пожалуй, затронул всех представителей СМИ. Основные нарушения, которые мы выявляем, это первое, так называемые, есть формальные у нас нарушения и неформальные. Первое – это выходные данные. В законе о средствах массовой информации, в статье 27, там четко написано, что должно быть стоять выходные данные. На мастер-классе руководитель мультимедийной редакции и телеканала «Известия» Олег Кузин рассказал о вызовах и трендах современной медиасферы. Если раньше люди посмотрели телевизор, где-то встретились, допустим, раньше это было в куринке, сейчас курить не модно, за чашкой кофе, обсудили, допустим, да, что, обсудили какой-то новостной сюжет, что я вот видел, сейчас все происходит наоборот, сейчас люди сами сняли, увидели события, происшествия, если оно интересно, они его сняли на телефон, раскидали своим друзьям, те уже увидели, и потом этот контент видят журналисты и уже берут его в федеральные новости. Тенденция последнего времени – переход на интернет-ресурсы. Чем быстрее это сделать, тем больше шансов сохранить свою аудиторию. Наталья Чуйна, Андрей Борискин, Телеканал Первый областной.